Последние минуты перед ответственным маршем техники и бойцы 2-го зенитно-ракетного дивизиона с лаженной шеренгой отправятся к четко намеченному месту дислокации. Подготовка к учению была крайне серьезной, по-другому быть не могло. Имея дело с такими машинами, важна каждая деталь, а еще максимальная концентрация и внимание. И хотя управление Уралами и Зилами рядовыми 2-го зенитно-ракетного дивизиона уже освоено, задачи, поставленные перед бойцами в рамках учений, весьма непросты. В этом году 2-му зенитно-ракетному дивизиону вообще крупно повезло. Он участвует во всех серьезнейших мероприятиях, которые проводятся у нас в республике впервые. Впервые планируется участие дивизиона в международных соревнованиях «Ключи от неба». Оно будет впервые проводиться в июле месяце. Ну и вот такое мероприятие, как сегодня, учения в таких масштабах мы тоже проводим впервые. От первой минуты от получения сигнала дивизионом на перевод высшей степени боевой готовности и заканчивая выполнением задач по предназначению практически на 99% в полном объеме. Более 60 единиц военной техники, порядка 180 военнослужащих. Второй зенитно-ракетный дивизион в полном составе и в полной боевой готовности. Учения, подобные этим, отличный способ проверить себя на выносливость, физическую подготовку, умение слаженно работать в большом коллективе, ориентироваться и действовать в рамках поставленной задачи. Мероприятию предшествовали многочисленные тренировки на полигонах, а потому опыт у бойцов достойный. Грамотный подход военнослужащих в рассредоточении техники на территории, оперативная установка палаточного городка и полевой кухни, тщательная маскировка дивизиона, ловкость деле, плюс командный дух. Сомневаться в том, что эти ребята хорошо подготовлены и в этот раз получат оценку положительно, не приходилось. Машины готовы, солдаты тоже. Было трудно, но стараемся. Были выезды до этого, все было, оценка хорошо. Такие мероприятия, это, во-первых, тоже влияет на коллектив, на слаживание, то есть все уже как бы стараются, как бы на боевом взводе все, то есть они уже всех, и ночью бывают солдаты не спят, то есть все на пределе, но выдерживают, и это очень много влияет на коллектив, на отношения в коллективе. Учения военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка проводятся регулярно. Новые цели, новые задачи, разный объем применяемой техники. Все это помогает солдатам лучше ориентироваться в любых предложенных условиях и ситуациях, проверять теоретические расчеты на деле. Нынешние учения – возможность отточить военное мастерство, ведь впереди серьезный полевой выход, участие в международном конкурсе по противовоздушному бою «Ключи от неба», который пройдет в июле на территории России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова